Энтони Скоромучи. Биткоин будет торговаться по 500 тысяч долларов. Но не сейчас, а чуть-чуть позже, ребята. Чуть-чуть попозже. А сейчас что мы видим? Крышесноснейшую просадку. Давайте об этом поговорим. Во-первых, так. Все переживают, как там мой дошлом, который я вчера открыл. Все с ним окей. Я сразу же говорил, что не надо повторять это дома. Трюк выполняет профессиональный хомякадзе гриня. Поэтому что я сделал? Конечно же, я подлил маржи. Что еще тут сделаешь? Подлил маржи, начал усреднять. Короче говоря, это просто хомяковый лонг. Не надо так делать никогда. Я просто решил поддержать рынок, поддержать шортистов, так сказать. Потому что увидел пробитие из этого треугольника. Правда, вчера нижней линии его не было, было только сопротивление. Но я еще нарисовал нижнюю, чтобы примерно понимать, куда мы можем упасть. Тут есть, конечно, хорошая зона 187. Собственно, там, где у меня сейчас ликвидация. Поэтому я, наверное, подолью еще маржи. С другой стороны, опять же, опасно, ребят, если вы так торгуете в кроссе, подливать маржи. Опасно, потому что, грубо говоря, я рисковал сначала штукой. Сейчас я подлил уже 2. И если я подолью еще 2, то я могу в хреновом раскладе лишиться 5 штук. Хотя так мог бы лишиться всего штуки, понимаете? Ну, опять же, это вопрос рисков, ограничения рисков. То есть, грубо говоря, здесь ликвидация – это мой стоп-лосс. Да, то есть, понимаете, это небольшой процент от банка, скажем так, это профит с других сделок. Просто я решил, что вот надо сделать так, зачем-то, не знаю, амбициозно зашел в позицию. Ну, да ладно, хер с ней. Короче, разберемся. Я, кстати, не думаю, что мы так сильно дипанем, потому что, смотрите, этого, в принципе, стоило ожидать. На 5 минутках, да, у нас жесткая просадка по биткоину, но при этом все в диверах. Посмотрите, в диверах и в желтых точках. Оно, конечно, может долго быть в диверах, скажете вы, и будете правы. Например, смотрите, вот здесь у нас тоже была желтая точка и небольшой дивер. Но в итоге что за ним последовало? Продолжение дампа. Но в какой-то момент, вы поймите, ни один индикатор вам не сигналит, что точно все, дно или точно разворот. Но вообще желтая точка и зеленые точки – это сигнал на абсолютное дно. Просто на 5-минутном таймфрейме оно так себе работает. Но чем больше, ребята, диверов и желтых точек на сайфере, тем вероятнее, что все-таки реально скоро дно, и мы развернемся и пойдем наверх. Вот о чем я вам говорю. Теперь давайте подумаем, куда же мы можем все-таки упасть. Потому что на 5-минутке мы уже так жирненько просеяли, уже мы в oversold conditions, перепроданном состоянии. Но на 4-х часовике, допустим, если мы взглянем на биткоин, то мы только начали падать. Смотрите, у нас тут есть некая линия поддержки, на которой сейчас цена находится. И мы как раз ее сейчас прямо можем идти пробивать. И если так, то мы можем увидеть спокойно коррекцию еще жестче, еще глубже. Поэтому давайте разбираться, до каких значений может быть коррекция. Во-первых, что нам говорит индикатор Tootsie? Индикатор Tootsie нам сказал заходить в шорт вот здесь вот. Но мы этот момент проспали с вами. Пока выходить из шорта он нам не говорит. Значит, куда мы можем упасть? Давайте посмотрим на нашу любимую сеточку EMA Ribbon. Crypt. На 4-х часовике мы уже в медвежьем тренде. Сетка разворачивается в медвежий локальный тренд. То есть мы можем отскочить до нее и потом пойти вниз. Но это все фуфло. На дневке, смотрите, на дневке реально мы сейчас уперлись в сетку поддержки. То есть вообще ничего страшного не происходит. То есть мы в теории можем упасть даже на 58 тысяч, отскочить и все равно оставаться в бычьем тренде. Я вам более того скажу, мы можем даже под нее ненадолго провалиться, как это было вот здесь. И потом опять пробиться выше и уйти в бычий тренд. То есть, смотрите, сейчас локальная дневная поддержка, если мы продолжим падение, это 58 тысяч. А глобальная поддержка бычьего рынка, это недельный таймфрейм, это будет, конечно же, ребята, 42-50 тысяч, вот этот диапазон. Как мы, собственно, удержали его вот здесь. Но также мы можем удержать его не внизу, а на верхней границе сетки, как вот здесь. То есть в теории это может быть отскок примерно вот от уровня 52, 49, 45, вот здесь. Короче, отскок от уровня 50 тысяч или чуть ниже 50. Может быть такое спокойное, это не разломает нам бычью картину. Но может быть такое, что это все вообще просто медвежья ловушка, потому что, посмотрите, на недельном таймфрейме у нас вообще зеленые свечи хайка наши. Не забывайте за ними тоже поглядывать. И эта свечка недельная, она все еще может, понимаете, дипануть, где у нее низ. У нее низ на уровне 59 с чем-то, 59, 500. Она может дипануть даже ниже, на 55 сходить свечка, а потом отстрельнуть на, понимаете, на 90. Может, может, какие проблемы. И это будет внутри зеленой свечки. Поэтому смотрите, внутри зеленой свечки бывают очень сильные движения, как вверх, так и вниз. Волатильность х10, ребята, не забывайте об этом. Так что биток сейчас ходит очень-очень весело и хорошо. И, в принципе, даже на альткоины смотреть сейчас, я думаю, не надо, потому что у меня очень мало времени. Разве что можно взглянуть на доминацию BTC, которая вроде как не собирается пока что падать. Смотрите, показывает нам силу тренда вот здесь вот в моменте. То есть вот у нас было типа абсолютное дно, и мы сейчас разворачиваемся, возможно, и покажем более хороший отскок. Но я все равно верю, что перед падением вниз, потому что, ну, не могут альты не стрельнуть, которые очень сильно перепроданы. Это мое мнение, я могу оказаться неправ, поэтому, ребят, все выводы делайте сами. Торговые решения тоже принимайте сами. А то, вон, смотрите, я вчера же сказал, я просто угораю на 1000 долларов. Но многие наверняка восприняли как финсоветы, их уже ликвиднуло. Поэтому аккуратнее. Я все еще жду, что мы пойдем переписывать all-time low по доминации. И думаю, что это будет очень-очень скоро. В момент прям Santa Claus ралли. Но посмотрим, окажу себя прав или нет. А прямо сейчас биток, да, действительно подпирается к уровню 60 тысяч. Фандинг у нас смешанный. Что означает, что и шортят, и лонгуют. Лонги против шортов тоже 50-50, как вы можете видеть. Кто-то уже откупает просадки, кто-то шортит. На битмиксе дофига лонгов сейчас в моменте. Поэтому в целом лонгов чуть-чуть больше. Но это период 5 минут. А вот за 12 часов мы видим, что шортов немного больше. И естественно, ребята, в какой-то момент шорты будут брить. Будут брить шорты. Поэтому аккуратней с шортами. Всех, кто это дело зашортил, я поздравляю, молодцы. Но суть в том, что вы и являетесь топливом для роста. В какой-то момент вас будут брить, и мы улетим вверх. А я что сейчас делаю? Я сейчас поеду по делам. Наверное, на всякий случай долью еще маржи так, чтобы меня не ликвиднуло. Поставлю ликвидацию куда-нибудь за вот этот лоу. И это будет мой стоп. И буду добирать позу еще. Потому что я, ребята, реально верю в то, что мы идем переписывать локальные хаи. Как по дашу, так и по другим монетам. Посмотрите вон еще раз, как стрельнула мана. Посмотрите, как стрельнула мана. Как стрелял Basic Attention Token. И подумайте сами. И все еще держат, кстати. Посмотрите, что мана, что Basic. Все еще держат. И подумайте сами. Куда улетит Dash, когда он сделает так же, который сейчас находится вот здесь. Ну и по биткоину все еще Stock to Flow в деле, ребята. Все, кто подписан к нам в телегу, знают, что Stock to Flow в деле. План B говорит прогноз 98k в ноябре и 135 тысяч в декабре все еще актуален. Потому что посмотрите, как мы четко следуем этой модели. Кто бы что там не говорил из хейтеров. Кевин Свенсон тоже говорит, что китовые продажи набирают силу. Битки, которые не двигались больше пяти лет. Но, тем не менее, они всегда набирают силу на росте, ребята. То есть они медленно, плавно-плавно начинают продавать. Идет большой-большой рост. И потом, когда уже киты все продали, мы начинаем падать. Поэтому то, что они начинают сейчас продавать, это хорошо. Они продают в рынок, в растущий. Через OTC-дески, через лимитные заявки. Они продают грамотно, они же не хомяки. Поэтому, не знаю, что. Хотите, выпрыгивайте из ракеты. Как бы, no problem. Нам же лучше, легче будет лететь, если балласт сбросим. Но мое мнение, я остаюсь при своем мнении, что мы летим наверх. Я держу все ланги. Вот что-то в просадках в небольших. Фандинг тоже уходит в дикий. Но я буду держать. Вот вчера мог забрать один эфир с чем-то. Сегодня уже 0.82. Unrealized Profit. Но я не забираю. Это мое мнение. Это не финансовый совет. Дисклеймер. Все дела, ребяточки. Спасибо, что смотритесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. С вами был Гриня. Это канал Crypto Commons. Всем профитролей. Торгуйте аккуратно. У вас своя голова на плечах. Я вам просто еще скажу, что, ребят, когда актив переписывает all-time high, то он в 90% случаях идет на несколько иксов наверх. Просто не забывайте об этом и все. Все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok